Скажите мне, пожалуйста, вот закон один для всех, вы не помните, кто транслировал этот лозунг, да? По-моему, Луценко, да? Он рассказывал закон один для всех, ворам тюрьмы и все остальное. Это генпрокурор Украины на сегодня. Аваков, который был тоже в этой плеяде, но он министр внутренних дел. Аваков сегодня из РБ в ЗАГО? СБУ, Грицак. Функционер, да, все же, никогда не был в политике. Но сейчас у власти есть абсолютно все механизмы для того, чтобы вернуть законность. Давайте ответим на вопрос. Вот может ли какая-то светлая цель быть оправданием нарушению законодательства Украины? Ну, вот простой вопрос. У нас закон порушится постоянно. У нас в Конституции написано, что мы правовое государство. То есть мое глубокое убеждение, как законопослушного гражданина, что нет никаких оснований, да, и оправданий для нарушения любого закона, который в Украине действует. Не может быть избирательного права. Сейчас 50 человек, да, которые ассоциируют себя с воинами АТО, терроризируют, по сути, всю Украину. Представьте, вот 50 человек стоит на рельсах, а свет отключат 6 областям. На территории 6 областей есть масса промышленных предприятий, которые без электроэнергии перестанут работать, да. Люди перестанут получать зарплату. То же самое и с предприятиями и сотнями тысяч людей, которые работают на неподконтрольной территории и платят налоги в бюджет Украины, из которых идет отчисление, в том числе и на армию, за счет которых отчисления содержатся бюджетники, да, сеть медицинских и школьных учреждений. Ну, вдумайтесь, 50 человек реально терроризируют всю страну и власть абсолютно бездействует. Не потому, тут у меня есть два оправдания, вернее, не оправдания, а объяснение. Либо власти это выгодно, просто выгодно, и тут уже можно всякие версии выдвигать, почему им это выгодно. Либо власть просто абсолютно беззубая и не в состоянии навести порядок и боится какой-то ответной реакции со стороны людей, которые либо прошли уже, да, службу в рядах, а то, либо еще находятся на фронте. Вот это большой вопрос. И то, и другое говорит, что власть несостоятельна. И то, и другое говорит, что мы стали заложниками бездарной политики людей, которые сидят во властных кабинетах. И то, что стране действительно нужны изменения. И стране должно в первую очередь быть восстановлено право, система права. Закон не имеет права нарушать никто. Сейчас, стоя на рельсах, они нарушают массу законов Украины. И на это обязаны реагировать и МВД, и СБУ, поскольку это уже угроза безопасности страны. В том числе и мы же понимаем, что если остановятся ТЭСы и позамерзают города, это будет техногенная катастрофа. И мы не будем знать, куда переселить сотни тысяч людей, которые сейчас зависят от тепла, которые поставляются с ТЭС. Но все бездействуют, все играются. Потому что либо они могут, еще раз говорю, либо им выгодно. И надо просто вот считать, какие бенефиты они рассчитывают из этого получить.